Представьте, вы находитесь где-то вот в горах и видите здание, то что позади меня. Как вы думаете, что это? Ну, возможно, отель. На самом деле это школа для детей, называется она Coaf Smart, вон там сзади вывеска. И сейчас я собираюсь туда зайти, познакомиться с преподавателями. Обучение там нестандартное. Погнали! Coaf Smart Center, или школа будущего, как я ее назвал, отличается от привычных нам школ. Дизайн здания напоминает фантастический фильм. Здесь почти нет кабинетов, а есть один большой open space. Ученики входят в него по QR-кодам, изучают здесь нестандартные для школ предметы. Языки программирования с нуля, агротехнику, инженерия, маркетинг, иностранные языки с уклоном на разговор и другие практические предметы. Концепция школы – привлекать сюда детей с деревень. Школу посещают 1350 учеников из 27 близлежащих населенных пункта в неделю. То есть после своих обычных школ они приезжают сюда и дополнительно учатся чему-то полезному. Практически везде деревенские школы уступают городским. Но данная школа доказывает обратное. Я обратил внимание на то, что многие предметы направлены на практику. Например, у одного из столов я увидел, как школьники разрабатывали инфосайт для местной деревни. Хорошая практика для учеников и вообще не полезна. Я попросил показать мне школу у ее управляющего – Бидо Демирчана. Он родился в Ливане, пожил в разных странах, полтора года назад переехал сюда и сейчас помогает школе. Перед нами карта Ларийского региона. Наш Коав-Смарт-центр находится здесь. Его посещают дети из 27 деревень, которые указаны вокруг. Примерно 1400 детей каждую неделю после своих обычных школ приезжают сюда и проходят 18 предметов. Все для них бесплатно. Это транспорт сюда и обучение. Дети у нас от 3 до 18 лет. Сейчас вы видите у нас перерыв, ученики бегают. Мы покрываем примерно 60% всего Ларийского региона. Наша цель 100%. То есть привозить детей в этот центр из всех деревень региона. И даже самых удаленных. А также иметь аналогичные центры в остальных регионах Армении. Давайте пройдем. Я покажу вам, какие предметы проходят ученики. Нарек, можешь рассказать, что вы сейчас делаете? Мы изучаем фронт-энд, HTML, CSS, JavaScript. На данный момент смотрим сайт ребят, который они подготовили для местного муниципалитета. Мы отправили этот сайт им на рассмотрение. Если одобрят, то его будут использовать. Мы просто передадим его готовый вариант муниципалитету. Как я уже сказал, у нас 18 предметов. Все они разделены на три группы. Голова, сердце и рука. Изучение каждого предмета будет способствовать нашей общей цели. Развитие местных общин. То есть правильно ли я понимаю, что все, что учат дети здесь, они смогут использовать в своих деревнях, не покидая свои родные места? Да, верно. Наша цель, чтобы дети и их родители поняли и увидели, что, оставаясь здесь, у себя в деревнях, вне Еревана, можно найти достойную жизнь и работу. А ваши учителя откуда? Большинство из них из города Ванадзор. Это административный центр Ларийской области, но есть и из других населенных пунктов этой области, в том числе и деревень. Мы сейчас в амфитеатре имени Андреа Мартин. Она известная актриса армянского происхождения. Многие к нам обращаются, чтобы арендовать этот зал деконференцией. Поэтому сейчас мы расширяемся. Чуть позже я покажу вам нашу гостиницу. На данный момент там 12 номеров, но скоро их будет 32. А также мы построим новый большой конференц-зал на 180 человек. Это такая некая модель социального предпринимательства, то есть вся сумма от отеля и от конференц-зала будет обратно инвестирована в наши программы. Давайте спустимся вниз. Это зал для танцев. Здесь дети изучают танцы, занимаются фитнесом. Сейчас перерыв, и все наверху. Чуть позже начнется новое занятие. Сейчас зайдем в класс музыки. А это Артем, учитель танцев. Мы вам не будем мешать, продолжайте урок. Здесь сейчас урок вокала. Вы из какой деревни, ребята? Десех? Вся оттуда. Учитель Лиза из Ванадзора. Заходим в комнату музыкальных инструментов. Здесь дети учатся на них играть. Видите рисунки на стенах? Они были сделаны детьми на уроках рисования. Сейчас вы видите, как дети с учителем Лизой изучают музыку разных стилей. Начиная от армянских традиционных до современных. Вот, вы слышите. Урок закончился, теперь ученики идут на следующий. С помощью QR-кодов они отмечаются на уроках. Одна группа уходит, следующая заходит. Это наша гостиница. Давайте пройдем так. А здесь идет стройка, я вам о ней уже говорил. 20 новых номеров гостиницы и большой конференц-зал. А чуть ниже находится сад для занятий. Там мы выращиваем биомалину, но исключительно в образовательных целях. Кстати, на нее сейчас большой спрос. Выращиваем малину 23 разных сортов. То есть мы показываем, как правильно по современным технологиям ее выращивать, чтобы местные жители также смогли это делать у себя на участках. Биду показал гостиницу. Еще мы зашли в класс рисования, медпункт и столовую. У них очень большие планы. На экране вы видите список того, что еще планируется построить рядом со школой. Кто же все это строит и координирует? Фонд Дети Армении. Или Children of Armenia Fund. Сокращенно КОАФ. Их главный офис находится в Ереване, куда я также зашел. Вы находитесь в офисе благотворительного фонда Дети Армении в Ереване. У нас офисы как в Ереване, так и в Нью-Йорке. И часть нашей большой команды также работает в области лории в нашем смарт-центре. Добро пожаловать в наш офис. Как начинается история КОАФ? Основатель фонда Дети Армении, американский армянин, врач Кару Армен, посещает Армению в начале 2000-х годов. И бывает не только в Ереване, а также и в сельских общинах. И однажды он побывал в селе Каракерт, где началась история КОАФ. И увидел там чрезмерную бедность людей. То есть он просил стакан воды и оказалось, что у людей даже нет питьевой воды. Это очень сильно подействовало эмоционально на нашего основателя, на Кару. И вернувшись в Соединенные Штаты, он решил твердо, что будет работать в Армении и в сельских общинах. И основал фонд Дети Армии, который работает только в сельских общинах. В первое время наша реакция была такова. Во чем вы нуждаетесь, во чем люди нуждаются, мы реагировали на это. Потом мы поняли, что так особо трудно развивать общину. И уже стали использовать такой целостный подход. На английском используем слово holistic approach. И поняли, что нужно развивать общину, в этом случае сельскую общину, по четырем направлениям. По направлению образования, здравоохранения, социального и экономического развития. Начиная с 2015 года мы уже стали реализовать смарт-иннициативы. А уже в 2018 году открылся наш первый смарт-центр, который находится в селе Дебет в Лорийском регионе. Начиная с 2020 года по 2025 года мы работаем над тем, чтобы сделать Дебет смарт-силом. Что мы там делаем? Практически все. Мы там развиваем инфраструктуру, содействуем развитию бизнеса. А также развиваем способности людей. То есть работаем непосредственно с людьми, которые там живут. Наверное, у вас возникнет вопрос, откуда же финансированы ли реализации этих программ? А я вам скажу, что мы являемся благотворительным фондом. И источник наших финансов — частные пожертвования. Нас помогают обычные люди. И знаменитые тоже люди, как Том Хэнкс и Леонаро Дикабрио. Во всяком случае, каждый из нас может пожертвовать любую сумму во благо сельских общин Армении, во благо молодежи, которая живет в сельских общинах Армении. Подводя итоги, можно сказать, что фонд Куав скоро создаст готовую модель по развитию любой деревни, которую можно будет применить к любому сельскому населенному пункту в любой стране. Восстановление инфраструктуры будет способствовать росту населения в этой деревне, притоку инвестиций и развитию туризма. Совсем скоро планируется открытие подобного центра в Армавирской области. На их сайте вы можете подробно ознакомиться с их деятельностью, а также пожертвовать любую сумму. Или можно просто переночевать в их гостинице, чтобы взглянуть на это все своими глазами. А еще в деревне Дебет есть очень красивый каворкинг. Подписывайтесь на мой канал. С вами был Ишхан. Пока.